ребят очередной спонтанный ролик два дня сыпет у нас снег прилично сегодня в ночь мороз пообещали что-то там ну минус 15 20 я не знаю но хорошо вот ну и решил на дачу пока есть такая возможность ноль градусов во дворах монопривода вообще не едут вот сейчас только двоих вытаскал закопались снега насыпано прилично резина липучка скользит автомобиль хорошо скользит автомобиль вот давайте-ка назад я сейчас сдам и тормозов нету я с вами про тормоза поговорим о ну прилично смотрите прям под днище у меня снег идет нормально поехали совет на она вас прошу по поводу абс сегодня с утра катался сына отвозил в школу ну скользко очень скользко мокрые скользко еще у меня липучка установлена и впереди машина едет вроде дистанцию держишь начинаешь тормозить ой-ой-ой-ой-ой-ой вот начинаешь дистанцию то есть дистанцию соблюдашь чаш тормозить вот это bs такое ощущение что вот эти он настолько нежный вот вроде и педаль сильнее давишь все равно машина подкатывается ногу опять из тормоза убираешь и потихоньку начинаешь вот так тормозить а когда сильно нажимаешь а бс это система такая она не дает блокироваться колесам с одной стороны хорошо с другой стороны это плохо хорошо в том что если без абс а ехать и вы тормоз сильно нажали шина которая стоит на земле под ней собираем но набирается снег там грязь и она как лыжи движется а с bs колесо прокручивается так 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 вот таким образом он на 2 мы не едем ребята значит снег есть первое а мы на 1 не едем а а вот так вот интересно уха мой там на гребле и снег это прилично ну ладно чем мы победим так это я не блокировался давайте про абс закончу вот из поэтому у абс а тормозной путь увеличивается намного те кто раньше ездил без абс кто там возрастом 40 лет там или кто ребят там на семерках на девятках катается они знают что боится нету там тормоз надавил колеса за заблокировались и они четыре колеса юзом идут но машина тогда неустойчиво начинает ее разворачивать с абсом когда ты нажал абс срабатывает машина идет ровно то есть она как бы выравнивает но тормозной путь увеличивается так ладно давай поехали ну-ка дайте выйдем посмотрим выйдем посмотрим небольшой подъемчик прям небольшой подъемчик и вот так вот это все выглядит машина упирается но ничего мы сейчас победим с вами сейчас попробуем заблокироваться подъем градусов 30 не больше заблокировались не находом конечно автомобиль проезжает последние покатушки показали широкая резина узкая резина я был удивлен ребята такая же погода плюсовая короче я на липучке 215 и ребята там многие на широкой резине не смогли проехать там снег лежит вот так и надо было подняться и там диагонал очки хорошая всего проехала две или три машина не знаю остальные все сидели остановились начиная трогаться его раз к деревьям раз к деревьям раз и постоянно тросами вытаскивали вот и летали на короткой ниве у него и 511 резина шипованная шипованная старенькая блин он объехал всех ребята вот реально всех поэтому широкую резину ставить я не вижу смысла вообще не знаю я раньше да для красоты там поставил широкая резина это ошибки ошибки опа 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 вот короче что завода придумано инженерами то и надо ставить а мы уже ерундой занимаемся для красоты широкая резина да да для лета может быть она и хорошая резина но в зимний период и липучка вот в эту погоду не едет она липучка такую погоду как будто лысая что ж так ее так вторая первая ну что снег есть ребята есть свой шаром по такому снежку прокатиться третья не едет вторая по самоблокам в раздатке то что я устанавливал самоблок блин не знаю не нужен короче четырех сателлитный дифференциал установить да нормально будет но самоблок или его разобрать мне раздатку в самоблоке преднатяг увеличить потому что там изначально сколько там два килограмма по-моему они ставили потому что тоже не знали как она все будет работать вот сейчас я думаю он работает вот в такой в небольшой нагрузке когда большая нагрузка не срабатывает приходится все равно рычагом блокировать раздатку то есть ниже всего дифференциал вот передний задний самоблок да выручает помогает и опять про резину если коснуться у меня 16 диски 215 резина вылет дисков 40 и колеса упираются когда в сильная диагональ встаешь упираются в арку крыла автомобиля и все а когда колесо уперлось в арку никакой самоблок тебе его не сможет прокрутить он да там трещит а не едет это вот тоже в последних покатушках было то что показало поэтому или нужно будет крылья резать и например там резину какую-то там побольше ставить пошире как вариант или просто 205 поставить резину уже я имею ввиду а лучший вариант конечно так 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 что то тут не так ребята проехать здесь ну нереально был бы сухой снег ну вот смотрите сейчас понижено включу сейчас я просто на мост сяду давайте потихонечку накатаем потому что один раз колесо в мокром снегу прокрутится ходом боюсь один была бы машина рядом почему бы нет давайте потихонечку накатаем передние колеса провалились так тут спешить не надо чтобы было чуть-чуть накатывается чуть-чуть 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 слушайте мы с вами проедем да 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 отлично 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 давай потихонечку первое пониженное потихонечку 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 так накатали так но уже хорошо ребята уже хорошо давайте дальше пробовать оба все провалились наверно провалились и сели дано так спешить не будем надо раз раз накатать вот таким образом когда снег мокрый то есть платформа для старта о там прилично что давайте попробуем посмотрим ситуацию так 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 чего на здесь был бы снег сухой можно было бы надо объезжать надо сюда выезжать здесь попробуем выехать но там боюсь провалюсь или давайте потихонечку набьем еще давайте попробуем сюда выехать все приехали кассе мы едем ребята мы едем едем назад наверно че давайте там разблокируемся копать не охота давай давай супер ребята но помогло помогло самоблоки и прочих помогает далее я доволен я доволен нормально пониженную включаем и поехали вдоль вдоль столбов поедем но тяжело ездить по такому снегу очень тяжело ухо тут какие в себя верить тоже да что то тут какие то ямы так ладно что будем вызывать группу тогда поддержки что ли давайте пониженная вторая пониженная и надо тут яма ну смотрите как уверена уверена вот по бывает я доволен наехал тяжело тяжело машина проваливается самая опасная такая погода сырая когда сухой снег впрочем идешь снег разлетается а здесь нет здесь Если ты остановился И немножко буксанул колесами Вот Такие канавочки под колесами получаются Как лед с водичкой И все И ты не едешь Вообще никак не едешь Тем более если ты провалишься Зацепа просто не будет никакого Так, вторая Ну что, газа поддадим Посмотрим Мотает машину конкретно Машина впереди пошире какая-то Прошла Не моя колейность Сейчас скоро уже на асфальт выйдем Ну здесь уже возможности Застрять, естественно, нету Наглядный пример вам покажу Просто наглядный пример Вот он стоит, монопривод Ларгус Монопривод У которого свободные дифференциалы Который На шипованной резине Установлен Вот Вот так вот я езжу сегодня Помогаю всем Так, ну что Приехали Спасать Товарища Вон, смотрите Вот докуда он проехал На своей колине Ну молодец Сейчас мы его потихонечку Как-нибудь вытащим Развернемся Ну и поможем Потихонечку Я надеюсь, что сами Не застрянем Так Ну вроде едем Нормально Прошлите цеплять Ну Как у тебя Ну надо Ты шучком развернулся Ну ты молодец Я понял Все правильно Я думал Я сейчас тут мелко Да нет Ты что Вообще Народ Я пока ехал Уже двоих Сейчас вытащил Представляешь Ну да Так, ну что Будем использовать Мягкие шаклы Сейчас вам покажу Мягкие шаклы Это вот такая штука Это мы сейчас Это мы вот так сделаем Заодно Про мягкие шаклы Расскажу Что это такое? Вот Потому что крюками Неудобно Смотри Раз Засунул Раз Раз Вот так затягиваешь Ты видел Там два столба На объезде Нет Желтый и бетонный Между ними Надо как-то проехать Вот, видишь И все И вытаскиваешь Ну если туда сюда дергать Он не отвалится Это проверено Это наш товарищ В группе Сам делает Троссы Вяжет Это именно динамически Они именно тянутся Вообще Охренная штука Ну что Спасли Еще одного человека Все нормально Вот Сейчас мы подгоним Во-первых Здесь на подъеме стоим Сюда подъедем Разгон И поедем Так, ну что Смотрите Побольше разгона Возьмем Мягкий шакл Смотрите Ой, мягкий Динамический трос Намного легче На подъем И тащим Мокрый снег Очень Тяжело Очень тяжело Заблокированный Гребет вообще отлично Вторая Пониженная Пониженная Да, вот С длинным тросом Вообще отлично Чего мы раньше Мучились Вот видите как Раз Раскидывает Просто Овнистый Легче Идет машина Вон На четвертый Еду Продолжение следует... Продолжение следует...